Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги царств и сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. В девятой главе рассказывается о тех милостях, которые оказывает Давид мем Вивасфею, сыну Инофана и Сиви, слуге Саула ради Инофана. Мы помним, что Давид неоднократно клялся и Инофану, и даже Саулу, что он позаботится о их потомках. Итак, о чем здесь говорится прежде всего? События, описанные в этой главе, едва могут быть точно датированы, но они определенно происходили через несколько лет после того, как Давид уже захватил Иерусалим. Мы помним, что мем Вивасфею, который хромал на две ноги, было пять лет, когда погиб его отец, друг Давида Инофан, а теперь у него уже собственный сын. Мы это видим в 12 стихе 9 главы. Итак, начало. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Инофана. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду и сказали ему от царя, ты ли, Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Инофана хромой ногами. Мем Вивасфею, он хромал на две ноги. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира сына Амеэлова в Лодевари. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амеэлова из Лодевара. Очевидно, богатого благожелателя Мем Вивасфея, позднее оказавшего помощь Давиду, заботила судьба потомка Инофана. Может быть, он помнил о дружбе Давида, именно сына Амеэлова. И пришел Мем Вивасфей, сын Инофана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился царю. Мы можем представить, как напуган был Мем Вивасфей, потому что он потомок из дома царя Саула, из дома, который был враждебен Давиду, и он может предполагать, что его хотят казнить. И сказал Давид, Мевасфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Инофана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Когда человек из мира приходит к Богу, на что он может рассчитывать? Человек трепещет и боится наказания за прежде содеянные грехи. И когда вместо наказания вдруг Божьи прощения, вместо проклятия, благословения, это не может не обрадовать душу каждого из нас, кающегося грешника. И мы переживаем нечто подобное всякий раз, когда опять впадаем чаще в одни и те же грехи, но Господь по милосердию Своему помогает нам выбраться из этого состояния. И Мем Вивасфей отвечает, вот раб твой. Действительно, первая ступень в деле спасения – это искупление, и ей соответствует социальное положение, описанное в Библии – раб. Как рабы они надеялись только на милосердный Господь, так и люди, которые из мира приходят в церковь, они ищут только прощения своих грехов. И больше ни на что они не надеются. А тут ему предлагается стать участником мессианского царского мира. Теперь он каждый день будет сидеть за столом со своим царем и вкушать самые изысканные блюда. Это перекликается с притчей Креста о званых и незваных. Когда званые не пришли на брачный пир, было сказано – собирайте всех кривых, хромых. И вот этот Мем Вивасфей, который хромал на две ноги. А кто из нас в нравственном состоянии не хромает на две ноги? Он был посажен за царский стол. И сказал ему – Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего, Инофана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мем Вивасфей и сказал – «Что такое раб твой, что ты призрел до такого мертвого пса, как я?» Обращение человека к Богу происходит иногда таинственным и непостижимым для самого человека обращаемого образом. Я помню, когда я служил в храме на Большой Ордынке, храм Преображения Господней, иконы Божьей Матери всех скорбящих и радостей, там была одна женщина, которая молилась, слезно молилась всегда за своих родных и близких. И когда я пытался утешить эту женщину, она говорила – она не видит просвета, сколько она не говорит им о Боге, они не хотят идти в храм, не хотят исповедоваться, не хотят причащаться. И она не увидела в своей жизни их обращения к Богу. Но когда ее принесли в храм хранить, отпевать точнее, я увидел этих родственников, за которых так слезно молилась эта женщина, пожилая прихожанка храма, всех скорбящих радостей на Большой Ордынке, и я подошел к ним, и я сказал им – я вас знаю, они очень удивились, ваша мама, она молилась за вас, она мне рассказывала о ваших проблемах, и мы стали беседовать с ними, а так как ее принесли и оставили на ночь в храме, чтобы отпевание совершать уже утром, там была читалка, которая должна была ночью читать, я сказал им – а может быть кто-то из вас захочет исповедоваться, хотя бы ради ее слезных молитв? и я им показал то место, где она молилась, у иконы всех скорбящих радостей, я говорю – вот именно здесь она стояла и все время повторяла ваши имена. И они все так переглянулись, и они сказали – но мы никогда с ней не соглашались, мы отказывались прийти в храм. Я спросил – обдумайте все, а если завтра утром вы придете, приходите пораньше на литургию, так положено, после литургии будет отпевание, я буду исповедовать, вот здесь я буду стоять завтра, здесь будет аналой, крест, Евангелие, если кто-то из вас подойдет на исповедь, это значит, что ее молитва была услышана. И на следующий день они подошли все несколько поколений и исповедовались. Мем Васфей – это человек, который неизвестен непосредственно Давиду, но Давид знал его отца Янафана. И Янафан, конечно же, молился об этом своем Мем Васфее, который хромал на две ноги, и он вымолил для него участие в мессианской трапезе во дворце, в доме царя Давида. Мем Васфей может только удивляться, и поклонился Мем Васфее и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, так как Я, и призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего, то есть Мем Васфею, сыну Инафана. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляйте плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мем Васфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И теперь все эти люди будут заботиться о Мем Васфее, который, конечно же, прозябал в эти дни. И сказал Сива царю все, что приказывает господин мой царь, рабу своему, исполнит раб твой. Мем Васфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. Вот здесь мы видим благородство о Давида, он ни в чем не отказывает этому человеку. У Мем Васфея был малолетний сын по имени Миха. Все, живущие в доме Сивы, были рабами Мем Васфея. В 1 Паралепименон, 8 глава, 35-39 стих, указаны все его потомки Мем Васфея. «И жил Мем Васфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги». Иерусалим для нас – это образ Царствия Божия, а трапеза за царским столом – это евхаристический мессианский пир. И, может быть, действительно, мы нравственно и морально хромаем на обе ноги, но если по заслугам, по молитвенному заступлению наших родных и близких, которые имели более тесное отношение с Господом, мы призываемся на мессианский евхаристический пир. Да, нам придется ковылять, хромая, на правую и на левую ногу, приближаясь к этой трапезе, но сидеть за одним столом с царем означает быть подобно его сыну. Как вы прочитали, что Мем Васфей сидел за столом, как один из сыновей Давида. Великодушие души Давида поражает. Помяни Господи царя Давида и всю крутость его. Беспसение Чернов Чернова Чернов 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 Продолжение следует...